Древние греки Древние греки Спытка объяснить явление радуги в начале 17 века стоила жизни ученого Демениса. Он был отлучен от церкви и приговорен к смертной казни. 300 лет назад чешский ученый Марк Марция открыл, что белый солнечный свет, сложный и при определенных условиях разлагается на цветные лучи, образуя радужные полоцы. Позднее английский ученый Ньютон объяснил, как, преломляясь, цветные лучи становятся видимыми. Сегодня достоверно известно, что радуга возникает, когда лучи Солнца преломляются и отражаются в каплях дождя. Входя в каплю, они изменяют свое направление, преломляются и при этом разлагаются на цветные лучи. Цветные лучи, пройдя через каплю, отражаются от ее внутренней противоположной части и снова проходят через каплю воды. Выходя из капли, цветные лучи преломляются еще раз и попадают в глаз наблюдателя. При этом более всего отклоняются от своего первоначального направления фиолетовые лучи видимого спектра, а менее всего – красные. Такое преломление лучей солнечного света происходит одновременно во множестве капель. Чтобы увидеть радугу, наблюдателю надо стоять спиной к Солнцу. Радуга имеет форму окружности, но мы наблюдаем лишь половину дуги, потому что ее центр находится на одной прямой с нашими глазами и Солнцем. Целиком радугу можно увидеть лишь на большой высоте – с борта самолета или с высокой горы. Двойная радуга получается, когда световой луч отражается от внутренней поверхности дождевых капель дважды. Первая радуга – внутренняя, всегда ярче второй, внешней. А цвета дуг на второй радуге расположены в зеркальном отражении и менее яркие. Небо между радугами всегда более темное, чем другие участки неба. Пространство между двумя радугами называется полосой Александра. Чем крупнее капли дождя, тем ярче и уже радуга. В тумане тоже может появиться радуга. Туманная радуга возникает и в отраженных лучах Солнца от водной поверхности, морских заливов, озер, водопадов или больших рек. Такая радуга появляется на берегу водоемов и выглядит необычайно красиво. Во время полнолуния, во время дождя, когда Луна находится невысоко над горизонтом, в ночном небе расцветает лунная радуга. Перевернутая радуга – явление довольно редкое. Она появляется при определенных условиях, когда на высоте 7-8 километров тонкой завесой располагаются перистые облака, состоящие из ледяных кристалликов. Солнечный свет, падая под определенным углом на эти кристаллы, разлагается на спектр и отражается в атмосферу. Свет в перевернутой радуге располагается в обратном порядке. Сверху находится фиолетовый, а снизу – красный. Еще более редкое оптическое атмосферное явление, возникающее без участия дождя – огненная радуга. Она появляется, когда солнечный свет проходит сквозь перистые облака под углом 58 градусов над горизонтом. Еще одно необходимое условие для появления огненной радуги – шестиугольные кристаллы льда, имеющие форму листа, и их грани должны быть параллельными Земле. Солнечные лучи, проходя сквозь вертикальные грани ледяного кристалла, преломляются и зажигают огненную радугу, или округло – горизонтальную дугу. Так в науке называется огненная радуга. Самое удивительное явление – зимняя радуга. Ее можно наблюдать только зимой, во время сильного мороза, когда холодное солнце сияет на бледно-голубом небе, а воздух наполнен маленькими кристалликами льда. Солнечные лучи преломляются, проходя сквозь эти кристаллики, как сквозь призму, и отражаются в холодном небе разноцветными столбами. Ученые считают, что перевернутая радуга, огненная и зимняя, больше относится к ГАЛО, но все существующие виды радуги – атмосферное оптическое явление, настолько впечатляющее, что изображение его стало личной эмблемой Екатерины Медичи, украсило государственные флаги, а корабли Всемирной Организации «Грин Пис» носят имя «Воины Радуги». Несмотря на это, остается загадкой, зачем природа подарила нам это великолепное явление.